И вот грехастхи это как раз таки люди, которые развиваются вместе. Это их путь. Например, если представьте здесь мужчину и женщину. Ну хорошо, вот там вот как ребенок между ними, да? Но в принципе, если они все время смотрят друг на друга, ну сколько они так могут побыть друг с другом? Ну надо и видать. Но когда вы смотрите в одном направлении, если вы двигаетесь к этому направлению, вы будете сближаться и каждый раз трансформироваться. Вот что такое это путь семьи. Семья, запишите пожалуйста, это не место для наслаждения. В семью счастье, не требуется из семьи счастье, в семью счастье привносится. Если вы говорите, у меня несчастная семья, а что они приносят счастье? Счастье это каждый человек привносит в семью. И еще пожалуйста запомните, все что вы из себя представляете сейчас, в семье как под увеличительным стеклом все будет увеличиваться. Например, если вы несчастный человек, вот такой несчастный, какой-то одинокий человек, вы женитесь в надежде на то, что рядом с этим человеком вы перестанете испытывать одиночество. Поверьте, ваше одиночество увеличится, усилится внутри этих отношений. Но если вы счастливый человек, и вы вступаете во взаимоотношения, ваше счастье увеличится. И поэтому, когда ваше счастье увеличится, вы должны стать категорически счастливым вне зависимости от того, кто с вами рядом. Это ваша ответственность. Знаете, когда человек говорит, я расстроился, я говорю, расстройся. То есть настройщики мы сами у себя внутри. Как гитару же настраивали, так и человек говорит, я не с той ноги встал, поменяй ногу. То есть это наше внутреннее, никто нас нарушит, это не сделает счастливым. И поэтому семья это такое удивительное место, где все выйдет на поверхность. Когда люди встречаются друг с другом, происходит удивительная вещь. У нас будет есть, например, я несчастная, но я ожидаю от вас, чтобы вы меня сделаете счастливым. Но я же не буду вам говорить об этом, да? Вдруг вы меня не возьмете. Если я вам скажу, знаешь, я одинокая и несчастная женщина. Я вот хочу, чтобы ты меня сделал вот такой. Но сначала у вас это как-то подбодрит, скажет, хо-хо-хо, давай, да? Но вы не сможете сделать меня одинокую и несчастную счастливой. Потому что это мое одиночество, мое несчастье. И поэтому мы эти ожидания прячем. Но когда мы начинаем жить вместе, прятать долго не получается. И это все вылезает на поверхность. Поэтому очень важно понять, что нам нужно научиться быть счастливыми. Двери счастья открываются снаружи. Ой, изнутри к наружу. Снаружи их никто не откроет. Даже самые распрекрасные. Вы знаете, когда все женятся, в общем-то, когда приходят женщины на консультацию и говорят, или мужчины, вы знаете, я просто, я не могу больше жить с ней. Это просто такая ужасная грымза, да, просто кошмар. А скажите, пожалуйста, когда вы на ней женились, она была такая грымза, да нет, что вы, такая была девчонка, а зачем вы ее так испортили? То есть, или когда женщина говорит, он такой ужасный, он такой и был ужасный. Нет, 15 лет тому назад он был такой прекрасный. То есть, когда он с вами начал жить, он стал хуже и хуже и хуже. Да. Как это так произошло, что рядом с вами человек становится хуже? Вот это очень важно понять. То есть, что я такое делаю, что рядом со мной человек становится таким? Какая у меня такая технология уникальная? Поэтому нам надо с вами научиться другим технологиям, правда? Как делать друг друга несчастными? Мы умеем. Как стыдить друг друга? Мы умеем. Как винить друг друга? Мы умеем. Как обижаться мы умеем. Как отмораживаться мы умеем. Как гневаться мы умеем. Ой, мы как много умеем, у нас много способностей, правда? Возьмите Оскара за это и поставьте на полочку. Давайте учиться совершенно другим вещам. Нам нужно учиться вдохновлять друг друга. Нам нужно учиться проходить кризисы. Нам нужно научиться доносить свои ценности. Нам нужно научиться выслушивать ценности другого человека. Нам нужно находить общий язык с человеком, который совершенно другой, не такой, как вы. Нам нужно научиться следовать своей природе, уважать природу другого человека. Посмотрите, сколько много нам всего предстоит.